Читаем, думаем и пишем о России. Ржев в судьбе моей семьи. Под таким названием в Тверской области этой весной будет проходить литературный конкурс творческих работ детей и молодежи. Его организатор Тверское областное отделение Международного общественного фонда Российский фонд мира. Принять участие в конкурсе смогут школьники и студенты со всей России. Подробности в материале нашего корреспондента. Тогда стремительными своими боевыми действиями 8-я танковая бригада остановила продвижение фашистов, фашистских танков прежде всего, в сторону Торжка и в сторону дальше Санкт-Петербурга. Об одном из эпизодов предшествовавших освобождению Калинина в годы Великой Отечественной войны ученикам Заволжской средней школы имени Павла Смирнова и Медновской санаторной школы-интерната рассказывает преподаватель дополнительного образования подполковник Сергей Коновалов. Экскурсия для ребят организована в школьном музее, который посвящен 8-й танковой бригаде полковника Родмистрова. Она сыграла заметную роль в боях на Калининской земле. Эту бригаду, 8-ю танковую бригаду, была послана Ватутиным сюда, под Калинин, с той целью, чтобы помочь в отражении танковых атак фашистов, потому что танков было у них очень много, у нас было очень мало. И вот эта бригада совершила марш с Валдая, где она находилась в то время, и здесь приняла бой и остановила продвижение танковых подразделений вермахта в сторону Ленинграда. Об этих и других важных событиях Великой Отечественной войны школьники и студенты Тверской области смогут рассказать в ходе творческого конкурса, который организован Тверским отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» при поддержке правительства Тверской области. С марта по апрель участники должны написать и отправить на суд жюри сочинение на тему «Читаем, думаем и пишем о России. Ржев в судьбе моей семьи». Для того, чтобы помочь ребятам проникнуться историей своих семей, истории страны, из которой и складывалась вся эта история, мы проводим эти конкурсы, целый ряд номинаций. Но в этом году особенность, в прошлом году открылся Ржевский мемориал. Это было событие даже не только федерального, а я бы сказал планетарного масштаба. Мы под эгидой «Ржев в судьбе моей семьи» проводим конкурс в этом году. Мы привлекаем к участию в конкурсе не только школьников и их педагогов. Мы также будем рады, если авторами работ станут родители, бабушки, дедушки этих ребят. И пусть это будет авторское семейное сочинение. Мы обязательно соберем это все и передадим фонд Ржевского мемориального комплекса советскому солдату. Потому что многие люди, приезжая из разных уголков бывшего Советского Союза, вспоминают о своих родственниках, своих предках. Как рассказывают организаторы, принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, колледжи и вузов не только Тверской области, но и всей страны, а также других государств. Среди номинаций «Служить России», «Мы дети многонациональной России», «О братьях наших меньших». Ученик 10 класса Заволжской средней школы имени Павла Смирнова Артем Вальков еще не решил, о чем именно будет писать. Однако точно знает, что примет участие в конкурсе сочинений. Для меня это важно, потому что в наше время уже такое послевоенное, особенно помнить уже о всех, даже у нас прадедах, дедах, кто воевал за нашу всю эту жизнь, он мирный небо над головой. У меня самого деда, он в Питере был, в Питере блокады Ленинграда, почти 900 дней. Я решил принять участие в этом конкурсе, думаю, напишу, может быть, про своего деда, может быть, там еще про кого-то, тоже у друзей, знакомых, очень много прадедов тоже воевали. Может, какой-то материал возьму у них. Работы конкурсантов будут приниматься с 25 марта по 25 апреля. Более подробную информацию о порядке проведения и правилах подачи работ можно узнать в Тверском отделении Российского фонда мира. Субтитры создавал DimaTorzok